А женам Мы долго шли до фьорда Импелахти, до этой скалы, для того, чтобы сказать, как решать задачи в тех случаях, когда у нас есть не одна материальная точка, а целая система. Только физика, соль, остальное все ноль. В принципе, идея очень простая. Надо написать систему из N уравнений движения в виде законов Ньютона для каждой материальной точки. Проблема будет состоять в том, что силы, действующие на каждую материальную точку, зависят не только от положения этой точки, но и от положения других точек. Таким образом, мы получаем систему из N сцепленных дифференциальных уравнений второго порядка. Существует теорема, которая говорит о том, что если число таких уравнений конечно, и у нас есть 2N начальных условий, то есть заданы в какой-то момент времени координаты и скорости всех точек, составляющих систему, то такая задача, задача расчета положения и скоростей всех материальных точек системы в произвольный момент времени, имеет решение и при том единственное. Поэтому, в принципе, задача решаема. Эта задача заинтересовала Лапласа. Вообще говоря, Лаплас был очень сильным и физиком, и математиком, и до сих пор и физики, и математики относятся к нему с огромным уважением. В жизни Лапласа был этап, когда он решил уделить некоторое своё внимание философии и попытаться применить теорему о существовании и единственности решения задачи механики для системы материальных точек ко всему миру. В рамках такого подхода мир рассматривается не более как система материальных точек, ну пусть очень большая система, а его будущее, как, впрочем, и настоящее, и прошлое, полностью определяются не более чем пространственной конфигурацией этой системы. Естественно, в настоящий или какой-нибудь другой момент времени, который будем называть начальным, у всех частиц имеются какие-то координаты и скорости. Мы их можем не знать, но в принципе они существуют. Далее, записав второй закон Ньютона для каждой из частиц, составляющих наш мир, мы получаем гигантскую систему дифференциальных уравнений второго порядка, которую, в принципе, можно решить. Но сейчас мы скажем, что такую систему можно пытаться решать на компьютере. В своё время Лаплас говорил, что такую систему может решить Господь Бог. Не важно, кто её будет решать. Важно то, что сегодняшнюю и любую другую конфигурацию окружающего мира полностью предопределяет его состояние в какой-то выбранный начальный момент времени. Таким образом, сегодняшняя конфигурация нашего мира полностью предопределяет конфигурацию нашего мира в любой момент времени в будущем, как, впрочем, и в прошлом. Понятно, что ей больше понравилось философам. Философы – это люди, которые пытаются всеми способами объяснить согражданам, что тем живётся хорошо при существующих порядках. И поэтому, если вам что-то не нравится, философ-детерминист скажет, «Да нет, в этом никто не виноват. Во всём виновата конфигурация точек ещё во времена динозавров». Поскольку сегодняшняя конфигурация полностью предопределяется конфигурацией прошлого. Вот это философское учение получило название детерминизма. И Лаплас, пользуясь классическим уравнением движения и вторым законам Ньютона, пытался этот детерминизм обосновать на базе естественно-научных знаний. Ну, что можно сказать об этой идее Лапласа? Ну, вообще говоря, любое философское учение нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Может быть, наш мир детерминирован. Мы не можем однозначно ответить на этот вопрос. Порочно лишь попытка доказать детерминированность нашего мира с позицией естественно-научных рассмотрений. Лаплас сделал обычную ошибку для естествоиспытателей и того времени, и, в общем-то, и современных. Он абсолютизировал идеи физики. Он считал, что классическое уравнение движения можно применить к абсолютно всем без исключения системам. В том числе и нервным системам организмов, которые принимают решения о тех или иных поступках. Однако, на самом деле, мы уже с вами говорили об области применимости классической физики. Она хорошо работает для достаточно массивных макроскопических тел, движущихся со скоростями гораздо меньшей скорости света. Ну, что касается требований отсутствия дилетивизма, то, пожалуй, здесь, в тех системах, которые связаны с предопределением будущего в макроскопическом мире, дилетивизма-то, конечно, никакого нет. Но вот, что касается массы, с массой дело плохо. Когда мы думаем, мы в голове ворочаем вовсе не кирпичами, а достаточно деликатными объектами. Описание поведения микрообъектов дается квантовой механикой. На сегодняшний день она устроена так, что позволяет рассчитать лишь вероятности тех или иных конфигураций систем и никаких детерминированных прогнозов, по сути, давать не способны. Продолжение следует...